Так, а вот я и в эфире. Всем здравствуйте! У нас, значит, сегодня очередная встреча про питончик. Вот он. И у нас сегодня переломный момент. Мы заканчиваем разбираться с гитом. Понятное дело, что закончить разбираться с гитом за просто так, это довольно тяжело. Вот он большой. Если кто из вас заглядывал в гитбук, который гит из СМОРГ, там овер дофига всего. И нам осталось на сегодня поговорить только об одной вещи, о которой нельзя мне не умолчать, и про которую я постоянно кормил некоторых здесь присутствующих завтраками, говоря, что в следующий раз расскажу и не рассказываю. И эта вещь, это, собственно, основы совместной разработки. По-хорошему, по совместной разработке надо делать отдельный курс, потому что в нее входят не только в совместную разработку, входит не только обращение с репозиториями, но и целая куча всякого рода дисциплины ведения, совместного ведения проекта. Но поскольку я в жизни единожды был руководителем совместного проекта, это было всего год назад, полтора, то в действительности я довольно много участвовал в такой роде проектов, но тем не менее я не считаю себя пока что способным сделать хороший спецкурс, а одного занятия на это явно мало. Переломный момент также состоит в том, что домашним, основным домашним заданием для вас будет регистрация семестрового проекта, о котором я в конце лекции расскажу еще. Семестровый проект, это ваш главный отчет по данному курсу. Домашние задания, они нужны только для того, чтобы они были, существовали, и для того, чтобы вы сами попрактиковались в кое-каких инструментах. Но тем не менее домашние задания тоже входят в отчет. Пока что я еще не придумал правильную формулу оценки, это все еще впереди. Лекция наша называется не только ГИД, потому что мы сейчас будем говорить об каких-то основных принципах и приемах ведения совместной разработки, которые не включены непосредственно в сам протокол ГИД и в ту командную строку, ту утилиту ГИД, с которой мы все это время работает. Напоминаю, что, собственно, распределенная система контроля версий, например, ГИД, это инструмент, в первую очередь, версионирования ваших файлов, из которых состоит проект. Во-вторых, хранение, то есть штука, куда мы закачиваем и скачиваем. В-третьих, инструмент работы с историей, о которой мы чуть-чуть поговорили, успели поговорить в этом семестре. История представляется в виде ориентированного графа, направленного без циклов, то бишь сети. В истории бывают такое понятие, как ветки, которые для чего нужны, мы сегодня поговорим как раз. А еще историю можно переписывать, в том числе задним числом, хотя это не рекомендуется, потому что как раз не будет мешать совместной разработке. Кроме того, ГИД, как система контроля версий, предоставляет некоторое информационное пространство непосредственно вокруг самого кода проекта. Потому что у нас есть комит-мессенджи, с помощью которых мы описываем проделанную работу, и мы знаем, что есть достаточно общепринятая дисциплина составления комит-мессенджей, в которой как раз и пытаются в черне авторы вот этой дисциплины, пытаются в черне достичь такого эффекта, чтобы люди, когда читают просто гитлог, могли понять, что происходило с коми. Не конкретно, какие там строчки были поменены, для этого нужно гитлог минус П читать, а просто вот какие работы проделаны. Более того, критерием качества ведения репозиторий является тот факт, что по гитлогу понятно, что и как сделано. Если по гитлогу непонятно, что сделано, я такого рода комит очень на лекции люблю делать на скорую руку. Фикс номер шесть. Вот это плохой комит-мессендж. Кроме того, также информационным пространством, то есть пространством привязки к дереву разработки, сети разработки, являются теги. Мы с вами, кажется, теги даже не проходили здесь. Были? Были теги. Точно не на семинаре? Здесь были отлично, значит проходили. Теги. Это в общем случае совершенно локальные для вас лично объекты, которые вообще хранятся в репозитории в отдельном месте, но если вы их подписываете, если вы их аннотируете и даже, возможно, приделайте к ним подпись, то это прямо теги являются объектами хранения в репозитории, то есть в довесок к деревьям, блобам и комитам, еще теги. Их можно подписывать, и подписанные теги – это очень хорошая штука для того, чтобы делать всякую автоматизацию. Вот автоматизация ГИТА – это то, о чем мы с вами говорить не будем, хотя давайте ради интереса я покажу это место. Хотя ради интереса стоит посмотреть на то, что даже в самом-самом-самом базовом репозитории, в котором вы ничего не сделали по автоматизации, есть куча примеров, как автоматизировать работу с репозиторием. Вот это хуки – это, собственно, скрипты, которые запускаются, ну, точнее, программы, которые запускаются в случае наступления того, другого, третьего, четвертого, пятого событий с вашим репозиторием. Ну и, соответственно, на каждое из этих событий можно что-нибудь привязать. В частности, можно привязать автоматизацию на появление подписанного тега. У нас, так, например, в сообществе от Linux Team управляется сборочница. Мы кладём новую версию пакета в гид-репозиторий, снабжаем эту версию подписанным тегом и даём команду сборочности, собирая его из того тега, поскольку тег подписан, точно ясно, кто текущий сборщик данного пакета. Так что вот такое информационное пространство предоставляет нам гид. Для того, чтобы организовать совместную, то бишь более чем в один поток, несколькими людьми, или несколькими, как это, ашизофреническими встроенными личностями, чтобы организовать совместную разработку некоторого проекта, необходимо обмениваться. Помните, мы в прошлой лекции обменивались патчами. Собственно, патч в данном случае это всего лишь такой субстрат, это то, чем мы обмениваемся. А вот вопрос в том, как уведомлять коллегу о том, что вы проделали некоторые изменения. Это вопрос открытый. И он, собственно, является частью дисциплины разработки. Так вот, вот это самое уведомление или запрос на мерж, мерж-реквест, или пул-реквест иногда говорят, то есть в разных хостингах, которые предоставляют доступ к гид-репозиториям, там git-lab, github, какой-нибудь, колитей, сорс-хат. У этого акта уведомления обстрима о том, что вы проделали некоторую работу, есть много разных названий. Я его перевёл на русский, как запрос на объединение, что, в общем-то, калька со словами мерж-реквест. Так вот, этот самый мерж-реквест, это, собственно, такой краеугольный камень вообще взаимодействие между людьми, которые работают над одним проектом, у каждого из этих человек в свой репозиторий. Понятное дело, что эта часть дисциплины распределённой разработки именно в том случае, когда никакого доступа в чужой репозиторий, никаких пушей в репозитории, вам не принадлежащей, вы делать не имеете права. Мы поговорим о том, как это бывает не так. А почему вообще нельзя сделать такую систему, когда разработчики вообще не будут думать о том, как это все наркотики, просто будут скидывать свои метки, соответственно, человек, который будет весны за одним мнением, а он уже будет с этим развиваться. Именно так и делается. Сейчас мы это поговорим про это. Да, всё правильно. Алексей спрашивает, а почему нельзя сделать так, чтобы люди просто писали, а один человек просто мёрзжил? Так тоже бывает. Там чуть-чуть сложнее, но по большей части именно так и происходит, в больших проектах. Поскольку в классической распределённой системе совместной разработки централизованный репозиторий доступен на запись только одному человеку, который за него отвечает, это очень сильно упрощает механизм взаимодействия технически, потому что не нужно ни права доступа выводить, ни какую-то отдельную дисциплину коммитов, пушей в какой-то определённый сегмент репозитория, чтобы никому не помешать, вот этого всё не нужно. Но несколько усложняет само взаимодействие, потому что на ведущего этого репозитория как раз ложится, как правильно сказал Алексей, задача именно все вот эти запросы на объединение удовлетворять, ну или отклонять их. Классическую модель мы с вами в прошлый раз практически разобрали, когда у нас есть вообще ровно один репозиторий публичный, обстрим, вот, в этот обстрим имеет право пушить хозяин этого репозитория, вот, а разработчики должны с ним обмениваться как раз теми самыми патчами, вот, лучше всего это делать с помощью гид.ам и гид.формат.патч, как мы уже смотрели в прошлый раз, потому что там вся нужная мета информации о ваших коммитах будет сохранена и применена. При этом никакой синхронизации репозиториев непосредственно не происходит. Важно, чем странна классическая модель. Когда вы присылаете с помощью гид.сенд.е-мейла, посылаете ваш коммит, вы должны в следующий раз будете сами синхронизироваться обратно, то есть мы видели на семинаре, что в случае, когда вы делаете гид.ам, у вас отрастает совсем другая ветка, и вот надо как-то это дело быть всегда в теме. Вот, тем не менее, это технически самый простой способ. Вот, скажем, вы присылаете ваши патчи по почте, монтейнер пытается сделать гид.ам, ревьюит полученный код в новой ветке, потом ругается на вас со словами «Вы всё не так сделали», или наоборот, благодарит вас со словами «Да мне пофиг, лишь бы работало». Я видел и такие, и такие дисциплины. Так вот, значит, и публикует соответствующие изменения в качестве топ-хеда основного апстрима. Дальше все разработчики делают меж с этим апстримом, и дальше всё идёт по кругу в таком примерно ключе. Вот, значит, эта схема несколько мутна тем, что нужно вот эти самые патчи как-то пересылать и городить абсолютно неприсущую гиду, но её всегда приходится городить, систему обмена некоторой информацией. Например, почту. Кстати сказать, поскольку электронная почта это очень древний инструмент как раз удобного оффлайн обмена информацией файлами, дисциплина совместной работы при помощи пересылки патчей по почте очень сильно распространена. Многие старые сообщества делают именно так. Чуть ли не Друлинукс так делает, я сейчас не помню. Открытая модель это такая, в общем, модель достаточно современная, не нуждающаяся ни в чём, кроме, собственно, публикации своего собственного репозитория тоже где-нибудь на каком-нибудь ресурсе. Она немножко похожа, вернее, она сильно похожа на классическую. Отличие состоит в том, что у каждого разработчика есть публичный репозиторий, куда он публикует свои изменения. Так, тут Димка Димк спрашивает, подпись тега это про безопасность Ли. Ну, как сказать, подпись тега это про идентификацию того, кто подписал. Не более, не менее. Поскольку все теги имеют уникальный идентификатор, это идентификаторы генерации с помощью хэшсума, они довольно большие, как мы видели, подделать их невозможно, то вы не можете взять и удалить тег, подписанный кем-то, и вместо него представить тег, подписанный собой, чтобы подписи совпали, да и ещё и чтобы идентификатор коммита оказался одинаковым. Это невозможно. Так что да, это про безопасность в том смысле, что данный путь разработки от корня до конкретно подписанного коммита точно был проделан тем самым человеком, который этот коммит подписал. да, кстати сказать, я забыл сказать, что поскольку вот эта классическая модель, она достаточно давно развита, в гид есть поддержка процесса, поддержка запроса на объединение посредством почты, это команда гидсенд емейл, которая, собственно, занимается ровно этим, она формирует формат патч и шлёт его по определенному адресу. Если у вас есть гид-репозиторий там локальный в составе компании, вы можете просто одной командой гидсенд емейл присылать вашему товарищу на почту собственно запрос на объединение. В открытой модели предполагается, что есть система публикации вашего гид-репозитория, какой-нибудь гид-веб, гид-лайт, ну что угодно на самом деле. В том числе, кстати сказать, публикация гид-репозитория может быть как в этом самом, я забыл, в каком-то из хостингов, редонли доступ по ССХ. Вы даёте специальный ключ вашему товарищу, вам не нужно даже иметь какой-то веб-сервер для публикации вашего гида, вы просто даёте товарищу специальный ключ, по которому он может ходить к тому же в репозиторию, в которой вы имеете право пушить, только он имеет не имеет права пушить туда. И всё. И тем самым он может сделать гид-клон, он может сделать гид-мерш, всё что угодно. Мы с вами видели, как гид через ССХ работает. Вот. Апстримом при этом держится главный репозиторий, который главный среди остальных, он можно назвать у пришел ссорс. Вот. В этом самом пришел ссорс, собственно, публикуются те самые изменения, которые прошли ревью, и команда с ними синхронизуется. Вот. Как правильно тут заметил Алексей, в такой репозитории вообще, вот в идеале, в жестком варианте, делается только пулу-ревью и больше ничего. То есть, человек, который выдержит его задачу, задачу той функции, функции человека, вычитывать и удовлетворять реквесты, соответствующие, или их отклонять. Вот. При этом, если монтейнер этого пришел ссорс сам тоже ведет разработку в жесткой схеме репозиторий, в котором он эту разработку ведет, вообще отдельно от пришел ссорс. Просто еще один. Так делается редко, чаще всего просто в отдельной ветке. Монтейнер ссорс монтейнет, а потом даже сам с собой, сам себе присылает межреквесты, сам его удовлетворяет, чтобы в истории межреквестов были, если таковая имеется, были в том числе и акты взаимодействия с самим самым. Разработчики делаются банальные гитпул с этим пешим сорс. Дальше они чего-то делают, какую-то работу, и запросом на объединение является просто ссылка на соответствующий комитиш в опубликованном репозитории, в публичном репозитории разработчика, который сделал работу. С этим комитишем надо просто помержиться. Фактически это та же самая работа, просто никаких дополнительных сущностей, кроме опубликованного репозитория, не существует. Комитиш это что угодно, а с помощью чего можно сослаться на комит. Комит, тег, ветка, что угодно. любая совместная разработка предусмевает очень жесткую дисциплину документирования кода, чтобы манитей не мог разобраться как комплект или обращать. Любая совместная разработка предусмевает очень жесткую систему документирования кода, если вы не сидите в одном помещении и не делаете это через рот. Потому что через что это еще можно делать? Любая совместная разработка, вне зависимости от того, какая это схема. Значит, у нас будет разговор про информационное пространство, но я надеюсь, что я смогу более полно ответить на этот вопрос. В нашем случае мы должны грамотно вести комит-месседжер и должны аккуратно описывать в нашем запросе на объединение какую задачу мы решили и как мы ее решили. Обычно хватает письма или сообщения в каком-нибудь мессенджере специально для этого предназначенном. Если вы так программируете, что ваш лид не может прочесть, что вы написали, даже с соответствующими комит-месседжерами, возможно, вам стоит немножко поработать над нашей дисциплиной программирования и оформления кода. программируем Но в принципе да, документирования разработки, о которой мы говорим сейчас, она подразумевает это. У нас будет одна из лекций и одно из домашних заданий на систему документирования исходных текстов ваших программ. и это тоже очень важная система, очень важная часть дисциплины разработки. Такое будет. Соответственно, майн-тейнер вычитывает, делает какое-то ревью, общается с вами по тем же каналам, по которым вы ему запов прислали и публикует результаты. Современные модели, связанные с некоторым общим хостиком типа гитхаба, гитлаба и всего остального подразумевают еще одну интересную и довольно сложную систему, которой вы можете воспользоваться, но про которую рассказывать почти не буду. Эта система вообще-то совпадает с открытой моделью там, где мы используем гид, а вот там, где мы пользуемся чем-то, кроме гита, например, формирование запроса на объединение мершкоммита и какое-то публичное обсуждение или совместное обсуждение ревью этого мершкоммита. Вот с этого места начинается собственно движок хостинга. При этом традиция велит мершкоммит или мершреквест или пулреквест я соврал, не реквест, конечно, выделить в отдельный информационный объект специальный такой, нажать кнопочку сделать мершреквест. И этот мершреквест является чем-то, что обсуждается в специально приоттащенном к нему форуме, таком, диалогике. То есть, фактически, общий хостинг делает из проекта по совместной разработке такую локальную социальную сеть. потому что к каждому событию разработки можно прикрепить какое-то дерево обсуждений, например, ревью так удобно делать, вы вам прислали мершреквест, а вы прямо в реплай на этот мершреквест сообщайте какую-нибудь что-нибудь такое, сейчас давайте попробуем, я, может быть, что-нибудь найду похожее. отдел тестирования это что такое? Это люди, которые берут этот самый протокол тестирования, берут ваш продукт и пытаются этот продукт сообразно сначала установить, а потом поиспользовать. это значит, что это происходит после всего, как вы понимаете, не после мержа, если вы говорите отдел тестирования, я правильно расслышал? отдел тестирования это происходит после того, как вы сформировали дистрибутив вашего продукта, а вот тестирование внутреннее, например, юнит тестирования происходит где-то тут, и мы об этом тоже будем говорить, у нас будет целая лекция на эту тему. Так, где-то здесь у меня должны быть какие-то меш-реквесты, что-то их тут нету, а вот закрыто 7. Ну вот такой примерно предполагается идея, правда, как видите, тут я почти не пользовался этим, удивительно информативное сообщение, вот тут был меш-реквест от участника нашего проекта, в котором было четко написано, что в нем нету ченжес, я задал вопрос, что происходит, его закрыли. Но идея стоит в следующем, меш-реквест, вот он, вот, кстати, сказать, коммитинг, с которым надо мерзиться, вот куда его просят мерзиться, а здесь какой-то диалогик, связанный с обсуждением этого дела. Хостинги делают так. Это то, что вот здесь надо было писать руками. Да, да, да. А в хостинге вы можете прямо указать, куда вы предполагаете это помержится. Вы просто заходите, говорите, вот сюда помержится, пожалуйста. То есть, как видите, модель общего хостинга предполагает довольно развесистую схему использования того факта, что у вас все репозитории на одном и том же хостинге с кросс-ссылками всякими интересными делами, которые сильно убыстряют работу, но формально в плане использования гид общий хостинг не отличается от открытой модели. Те же самые публичные репозитории, тот же самый межреквест, вот это все. Нельзя обойти вниманием также централизованную модель, которая наследует принципы не распределенных, а централизованных систем контроля версий, из которых такая самая известная современная Subversion, где устроено все чисто сильно по-другому. Во-первых, репозиторий один для всех. Все имеют право в него коммитить. Во-вторых, традиционно в централизованных системах контроля версий коммиты, пуш это одно и то же. почему не знают. Видимо, потому что разницы все равно никакой, все равно надо эти коммиты как-то мержить в момент, когда ты их пушишь. В-третьих, в централизованных в том же Subversion есть такая штука, как право доступа к различным разделам репозиторий у различных участников проекта. В ГИТе этого нет. То есть, куда-то вам можно пушить, куда-то нельзя. В-четвёртых, кто занимается мержем, вопрос довольно странный, потому что вы же куда-то пушите, допустим, вы пушите прямо в Previous Source, значит, вы занимаетесь мержем, а не ваш лид. Но в небольших командах, которые тем более сидят в одной комнате и могут войсом обсудить всякие такие проблемы с этим связанные, централизованная модель, она упрощает взаимодействие, потому что не нужно каждый раз оградить вот эту очередь реквестов и ответов на реквесты. Можно сказать, вот я тут запушил, у меня тут все нормально. Единственное, что мне категорически не нравится в централизованной модели, это, на мой взгляд, неадекватно использование понятия ветки. Не единственное, мне много чего не нравится в этой модели, но в частности мне не нравится неадекватно использование понятия ветки. В случае, когда вы ведете совместную разработку, распределенную, например, в общем хостинге или в открытой модели, у вас репозиторием является администрируемое лично вами пространство гид публикации, где вы публикуете какие-то ветки по своему усмотрению, какие-то теги, в общем, сами себе хозяин. предметом предметом для взаимодействия между двумя разработчиками является мерш из одного репозитория в другой. Из какой ветки, из какого тега, из какого коммитиша этот мерш будет происходить, вопрос дисциплиной разработки. Ветки при такой разработке используются для эшелонирования работ, то есть для выполнения например большого куска работы, который временно портит функциональность вашего проекта. Или для разделения в производстве на девел ветку, тестинг ветку и дипломент ветку, то есть продакшн, тут слово продакшн на самом деле, прод, то есть когда у вас есть сразу три уровня качества тестированности вашего продукта и разработчики работают на девел ветке, люди, которые занимаются тестированием, работают на тестинг ветке, кстати, в нее могут подмерживаться из другого репозитория специальные тесты, которые отдел тестирования вот этого тестирования продуктового готовят совершенно отдельно, или человек, который занимается тестами, готовит отдельно, и поэтому например ветка тестинг может быть другая, но уж то, из чего изготавливается дистрибутив, лежит в продакшн ветке, потому что там любое изменение это очень критичная штука, и они туда проходят только после тестирования всего остального. ветки ну ну возможно, но вернее смотрите, я в данном случае примем всего лишь пример именно эшелонированного разделения, так-то для этого ветки и делают, вот смотрите, вы задали вопрос про вот это, ну вот, вот, значит, в случае, когда вы используете централизованную модель, к сожалению, значит, вот два недостатка, которые я знаю, самый главный недостаток, что ветки это на самом деле место, куда пушат индивидуальные разработчики, фактически ветка играет роль индивидуальную репозиторию, и второе, там есть довольно четкие конвенции для пул и пуш, не всегда, не в любой момент времени нужно, можно пушить, если вы пушите в общую разработку, потому что, чтобы кому-то не помешать, все это страшно неудобно, вот, мы этот, да, этот вариант еще раз достаточно удобен для малых групп, но в семистровом проекте его использовать нельзя, потому что я так сказал, мы должны потренироваться на какой-нибудь вот такой вот модели, хотя, да, кто-то, кто-то будет лидом, пришел сорс репозиторий будет один, я буду смотреть, как вы в этом репозитории работаете с межреквестами, именно так, вот, не хочу в онлайн, если хватит на сегодня времени, я попробую показать, как все происходит, но мне кажется, что это все достаточно неплохо укладывается в нашу прошлую лекцию, где мы обменились патчами, только мы будем тыграть в какой-нибудь там GitLab, например. Вот, значит, еще одна интересная тема, про которую надо мне рассказать, это работа с удаленным репозиторием. Работа с несколькими удаленными репозиториями происходит следующим образом. Она нужна, это важная тема, она нужна как раз в любой схеме с открытой публикацией, потому что вот тот самый человек, который будет мержиться, он как будет мержиться? Он же не будет каким-то волшебным образом скачивать патчи из вашего репозитория, он добавит в вашу репозиторию в качестве очередного удаленного и будет с ним мержиться. Для этого есть команда GitRemote и выглядит это примерно следующим образом. Вот у нас есть, допустим, мержи происходят не с upstream, мержи происходят на upstream с того репозитория, где идет разработка. то есть мы помержились на upstream, а потом обратно забираемся. Да, 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 потом обратно синхронизуемся, как иначе. А зачем нам много удаленных репозиторий, то есть мы можем только с upstream общаться? Чтобы публиковать ваши результаты вашей работы в репозитории. А как вы будете публиковать результаты? Что? Нам же только в upstream надо публиковать его надо в ваш репозиторий. В upstream вы не имеете права записи. Представьте себе, вы житель Китая, вы участвуете в международном проекте. Вам возможно даже не разрешат пушить в какой-нибудь кто у нас не любит очень Китай. В какой-нибудь тайваньский проект а вдруг вас товарищи из коммунистической партии Китая сагитировали закладку положить в этот код. Ну и вообще в какой-то момент вы куда-то пушите чего-то, у вас может быть часовой пояс на 10 часов отстает или что-нибудь такое. Поэтому просто кладете свой репозиторий публичный и удавляете обстрим о том, что изменения найдены. Обстрим делает следующее. Обстрим делает следующее. Давайте я попробую что-нибудь изобразить. Значит, вот у нас есть какой-нибудь репозиторий, который мы просто тупо клоним. Да у всех он работает. Какая разница? просто берете репозиторий, где регистрируете его как удаленный. Значит, давайте что-нибудь найдем. Что-нибудь найдем. А, у нас есть замечательный наш dummy project, над которым мы можем издеваться сколько хотим. Правда? Вот. Вот, значит, у нас есть человек, который разрабатывает этот dummy project. Вот. Давайте мы его склонируем. Причем прям по гиту. Только надо ключик, наверное. У меня ключика, возможно, нет. Да. Это был правильный пароль. Похоже, что неправильный. склонировали. Сейчас давайте сделаем. Вот. Вот мы склонировали наш dummy project. Давайте в него зайдем, посмотрим, что у него в плане как раз удаленных репозиторий. у него всего два ремонт репозитория. Оба называются origin. Origin это то, откуда вы склонировали. И сейчас все достаточно просто. Вы берете удаленный репозиторий и склонируете. предположим, у вас есть еще один разработчик. Я сейчас не буду городить схему склонированием с помощью гитхаба и вот это все. Допустим, это совершенно отдельный разработчик. Он где-то здесь сидит. Вот у него есть удаленный репозиторий. Сейчас сделаем. Ну, откуда забирать, куда класть. Вы можете так настроить свою работу, что вы фетчите из одного места опушите в другое. Один. В данном случае один. Один. Вот он. Я говорю, это для команды фенш, для команды пуш. Откуда вы берете, куда вы кладете. Вы можете сделать их два. Но я не очень себя хорошо представляю, что это такая странная схема. транспьютерный узел. Вы получили данные из одного репозитория, а запушили в другой. Может, наверное, такое быть, но вы имеете в виду, что можно так сделать. Смотрите, вот у нас есть второй участник этого процесса, который, допустим, вообще не имеет права доступа к этому репозиторию на ReadWrite, и поэтому он его склонирует вот так. Вот этот товарищ проделывает какую-то работу. текст. не знаю, там. Вот, кое-какой текст. Это, товарищ, проделывает какую-то работу. Вот, комитет. А, я уже сказал. Вот. Правда, он git push не имеет права делать, поэтому он пушит в свой публичный репозиторий. Что это за публичный репозиторий, нам сейчас неважно. Давайте будем считать, что это вообще, вообще, просто по файлу скажем, git remote ad, назовем его dp или там second, и вообще вот, 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 даже могу вот так сделать. Вот. Вот у нас есть наш origin репозиторий, и есть еще удаленный репозиторий, из которого сейчас нам придет merge request, ну, или pull request, не знаю, как правильно сказать. Вот. Мы говорим git log, мы смотрим на вот этот самый commit id, можем даже тегом его пометить, если хотим. вот, ну, давайте сейчас в качестве commit выступает commit id. И мы шлем нашему upstream сообщение о том, что вот, я проделал работу, она вот по этому тегу из вот этого репозитория добывается. upstream добавляет удаленный репозиторий в список удаленных репозиторий. Напоминаю, что здесь может быть, разумеется, и в сети, это я просто для простоты сделал на файловой системе. и говорит ему git, мерш, вот эту штуку, origin, нет, не origin, second, только не мерш, а pull, конечно. Second, вот эту вот фигню. ой, я не то сказал. А нет, я то сказал. Да, значит, вот правильное замечание. Вы помним, что текущий репозиторий, который лежит в точке git, в действительности хранит все, то есть он является полным репозиторием. Это значит, что когда вы регистрируете еще один удаленный, сначала происходит git fetch вот этого репозитория всего. Это можно сделать git remote update. Вот. В частности, он сходил к origin, обновил наш репозиторий и сходил к секунду обновил репозиторий. На вас. И да, в точке git теперь должен лежать, я не знаю где, но явно там должны быть... вот они. Ну а поскольку вот эти уникальные идентификаторы объектов совпадать не могут, то понятное дело, ну, вероятность их совпадения очень низкая, прямо скажем, очень низкая. скорее ваш компьютер отрастет ноги и уйдет от вас. Так вот, значит, они все лежат вот в этом одном большом точке git все эти объекты. Просто вот там лежит как бы два репозитория, объекта двух репозиторий, вот ссылка на мастер, на голову, на хед саган мастера. Ну вот, соответственно, теперь мы делаем какое-нибудь сами изменение, видите, мы уже замерзлились, все хорошо. Тут у меня кугит, кугит, кугит я сказал. Вот, вот мы померзлили этот самый репозиторий, тут некто, некто вот это сделал. Да, мы можем сами что-нибудь сделать, гидс, там, не знаю, что мы можем сделать, какие у нас тут еще есть, ридми, как, ридми, 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 вот, да, dvvn-m, скажем, да, Как нам дальше быть? Мы публикуем наш результат, где содержится коммит, который мы только что приняли и коммит, который мы сами сделали. Вот их две штуки. А наш адресат, который с нами сотрудничает, должен просто сказать гидпул, вот эти два к нему приехали. Вот такой примерно алгоритм предполагается, когда вы занимаетесь совместной разработкой. При этом у нас есть время, давайте я вас немножко позанудствую, давайте я попробую сделать ситуацию, в которой есть два пользователя с двумя опубликованными репозиториями, а не с одним. Потому что тут мы все в одном файле жили. Давайте попробуем вот так сделать. Мне пришло в голову, что показанная мною сейчас схема, она не естественная. Естественная. Я хочу сейчас другому пользователю, совсем другому, даже, может быть, еще более другому пользователю. А, нет, это плохо. Сейчас, секунду. Этот кусочек я не успел подготовить, поэтому я буду немножко подтупливать. Ладно, тут Джордж и тут Джордж. Я хочу, чтобы был не Джордж. Ну, придется, наверное, тогда поступить действительно, сделать то, что я не хотел. Ну, окей. Вот, давайте мы теперь тогда попробуем вот что сделать. Попробуем склонировать этот репозиторий вот отсюда. Кстати, может не заработать. Ммм, зараза такая, не может не заработать. Ну, сейчас узнаем. Вот в этом месте он может сейчас сказать, что я ничего не понял и отвалится. Ой, нет, работает. Спасибо, спасибо. Спасибо GitHub. Все, поехали. Значит, смотрите, что я сейчас буду делать. Что я сейчас буду делать? Я сейчас проделаю ту же самую схему, только при работе с двумя хостингами. Значит, вот этот ДП мы отсюда удаляем, нам больше не нужен. Вот. Вот отсюда мы его тоже удаляем. Вот. А вместо этого мы делаем вот что. Мы прямо сейчас возьмём, знаете, что мы сделаем? Мы этот файл отредактируем прямо в GitHub. Тут же на самом деле не слово под заголовок, а слово бессмысленный текст должен быть написан. Чуть-чуть не то. Да? Вот. Сейчас мы его закоммитим. Вот. Это commit-месседж. Тоже достаточно бессмысленный. Шмяк. Ну вот. Вот у нас теперь наш бессмысленный. Спасибо. Подправим на бессмысленный. Интересно, а можно переаминзить? А давайте во. Сейчас. Сейчас мы всё переиграем. Вот. Обратите внимание, что я сделал эту правку на публичном репозитории. Как правильно мне советует сокращенец, теперь у меня прямо в публичной опубликованной ветке написано слово бичмысленный. Сейчас что-нибудь с этим произведем интересного. Вот. Сейчас мы его склоним. Давайте мы его склонируем где-нибудь в каком-нибудь странном месте, совсем странном. Вот. Вот. А, это george нет. User use. Вот. Вот, поскольку я притащил пользователю в нашей виртуалке прошлого года, прошлого семестра для практикума, который никто не воспользовался, пользователю юзер, притащил ключи от гитхаба, он мне дал его склонировать. Теперь я могу зайти в dummy project, сказать ему win тексты, вот, бессмысленный текст, git commit –a –amend, нет, просто –amend. Вот, теперь у меня все это в непонятном состоянии, поскольку я изменил, я переписал историю, я сказал –amend, поэтому говорю git push –f, совершаю преступление, жмух, вот. Давайте посмотрим, что в результате в этом репозитории. Мы должны были пофорсить, пофорсить его историю. Вот она. Так, где там commit? Вот. Тут видно, что вы их редактировали двое. Что? Историю мы переписали, но когда мы делали аменд по новой, поскольку был новый коммитер, оба туда влезли. Вот. Теперь, значит, возвращаемся к нашему исходному репозиторию, который делал кто-то, кстати. Давайте еще один коммит сделаем. Вот здесь вот. Ну, не знаю. Так, мне пора заканчивать. Просто мне очень захотелось показать реальную схему. Вот. Вот. Теперь делаем git-remote. Git-remote, add, add, add. Чего? Поскольку мы работаем по схеме открытого взаимодействия, но не по схеме общего хостинга, хоть и у нас разные, да, у нас один репозиторий на GitHub, другой на GitLab, вот. То мы просто должны взять и вот здесь вот посмотреть 7 коммитов, да, вот они файл с календарем, вот этот коммит. Нет. Просто переслать, переслать вот этот коммит нашему там по почте, ну, короче, вот эту ссылку переслать нашему, нашему, обстриму. Вот. Обстрим всё сам сделает. Что делает обстрим? Обстрим, конечно, делает вот эту штуку. Вот эту штуку. Вот эту штуку делает ремонтом. Значит, это у нас GitHub. Можно сказать, кстати, git remote mode update, и он её скачает весь репозиторий. О, скачал весь репозиторий у GitHub. Теперь мы говорим, git, что там, pull, и, значит, а что, GitHub и коммитиш. Да можно прямо так. А можно коммитиш указать? Вот. Если мы не укажем коммитиш, он скачает head текущей ветки, но нам той нужно. А-а-а, не говорится какой, ну, мастер говорит. Вот. Вот так вот, вот это уже прям прям живой пример, как это происходит. Вот. Вот. А в случае, когда вы работаете в рамках одного общего хостинга, именно в факультетском GitLab, вы просто жмёте соответствующую кнопочку «Сформировать», «Мерж реквест», вам формируется соответствующая запись, вы туда пишете. Ну, короче, вся вот эта вот машинерия. Такие дела. Вот. У нас, значит, осталось время. На самом деле я хотел немножко загладить свою вину с домашним заданием. Помните, как кто-то, кто начал делать домашнее задание не в последний день перед его сдачей, а в один из первых дней обнаружил, что я дал, в общем, довольно непонятную задачку самому написать что-то типа нитката, да ещё чтобы в нём был CMD. Как выяснилось, это сложно совместить, потому что CMD строго синхронная штука, она зависает, висит на вводе со стандартного ввода, и ничего синхронного в это время происходить просто не может. Да? Почему? Потому что CMD пользуется библиотекой ReadLine, в ReadLine есть completion и всё такое. CMD можно заставить читать, например, из файла. Но тогда у вас ни completion, ничего работать не будет. А тут хочется прямо сидеть в этой командной строке, и внимание, вопрос, а если вам пришла сообщенька, что должно происходить? Вот вы сидите, набираете команду, сообщенька пришла. И тут мы вспоминаем, что все мессенджеры до единого устроены так, что в них два окна. В одном окне вы вводите сообщеньку, а в другом окне вы видите историю. Иначе будет непонятно. Вот, условно говоря, вот это окно, где вы вводите сообщеньку, оно как бы синхронное, по крайней мере, с вами синхронное. Потом оно вбрасывает эту сообщеньку в общую очередь, а окно, где вы видите диалогик, оно асинхронное. Ну, для этого нужно какие-то окна, опять же, CMD в окне, вот это вот все. Я подумал, подумал и решил, что делать я так не буду. В нашем случае, поскольку у нас нет никакой активности от сервера, кроме периодического вбрасывания сообщений, когда вам или широковещательно присылают сообщеньку, вам нужно его прочитать. Я предлагаю такой лайфхак. Он состоит в следующем. Во-первых, мы запустим отдельный трэд, отдельный поток выполнения. У нас будет два потока выполнения. Но этот второй поток выполнения не будет вообще не трогать ничего, никаких данных из первого потока. Ещё раз, я по осям, у кого были оси, тот знает, что такое трэд. У вас одновременно выполняются две питоновские программы на одном и том же коде, просто одна выполняет один кусочек, другая выполняет другой кусочек. Такое вот задание запускается. Проблема с трэдами и питоном две. Первая проблема с трэдами и питоном стоит в том, что питон принципиально однотрэдовый язык, и у вас всегда будет выполняться что-нибудь одно на самом-то деле. Другое дело, что в тот момент, когда вы висите в редлайне и что-то вводите, полноценный аналог форк, конечно, есть, но форк – это не трэд. Полноценный аналог форк – это модуль мультипроцессинг. Нам мультипроцессинг не подходит, сейчас скажу почему. Давайте сейчас прямо напишем все вместе какую-нибудь простую, с копипастем, вернее, какую-нибудь простую программку. Я поясню на примерах, что я хотел показать. cmdmsg.p Сначала напишем тупой совершенно команд-лайн для CMD, который, кажется, он, я не помню, показывал я этот идиотский команд-лайн или нет, он умеет выводить номера. Больше он ничего не умеет. Мы сделаем вот так, мы запустим этот команд-лайн, убедимся, что работает completion, убедимся, что работает команда, и пока больше ничего делать не будем. Вот такая супер неинтересная программа. Вот мы её запускаем. Вот у меня help, вот у нас number for, например. Вот и всё. Значит, код этой программы состоит в том, чтобы по команд-лайн номер выводить то, что вы ввели, а в качестве completion 10 чисел тупейшие. Что я сейчас хочу сделать? Я сейчас хочу проимитировать ситуацию асинхронности, когда в тот момент, когда человек вводит сообщение, ему, ну, вводит команду, ему приезжает сообщение. Что при этом я хочу сделать? Я хочу вывести это сообщение на экран. Как это сделать? Надо запустить параллельно ещё одну функцию. Это делается очень просто. Мы говорим что-то типа task равняется threading.thread. Давайте почитаем модуль threading, документацию. Эх, забыл на неё ссылку сделать. Сейчас почитаем документацию по трейдингу. Нам нужен самый тупой примерчик. А, это локи. Сейчас, секунду. Вот thread, target, функция и какие у неё параметры. Давайте почитаем, как выглядят параметры класса thread. Вот, значит, групп всегда known. Target – это функция, которую мы запустим в этом трейде. Name никому не нужен. Args – это параметры этой функции. Всё остальное тоже не нужно. Отлично. Значит, thread мы запустим какую-то функцию. Назовём её messenger. У этого мессенджера пока ничего не будет. Он просто напечатает что-то на экран. Мессенджер. Всё, больше ничего там давать не надо. Давайте он подождёт. Давайте он подождёт 5 секунд. Time, sleep. Здесь передаем параметр wait, сколько подождать. Вот. И print на всякий случай вот так вот сделаем. Вот, чтобы уж точно увидеть, что это было сообщение. Таск трейдинг. Теперь его надо запустить. Да, спасибо. Скажем, args равняется 2. Так, давайте посмотрим, как это делается. И это тюпль. Всё, я всё правильно сделал. Теперь этому таску надо сказать старт, по-моему. Старт. И он заработает. Давайте пробовать. Что тебе не нравится? Уйди противная. Так, что-то я не то ему сказал. Наверное, параметр нужно было передать. Групп, но он таргет. Таргет равно 20. Значит, ещё раз, что здесь происходит? Мы параллельно, как бы параллельно, запускаем вот эту функцию мессенджер, и она будет работать параллельно нам. Мы будем работать, и она будет работать. Почему это работает в питоне? Потому что в тот момент, когда наш CMD сидит во вводе, вводит со стандартного ввода. Ничего не работает. Он ждёт, пока со стандартного ввода что-то придёт. В это время он успешно переключается в другой тред, который выполняет нашу функцию мессенджера. Что тебе ещё не нужно? Сейчас, секунду. Main мессенджер аргумент, звёздочка, masby, it, apple, not, int. Где я? Где я? А, фу, господи! Вот! Приехало сообщение. Давайте внимательно посмотрим. Давайте здесь чуть-чуть побольше сделал. Внимательно посмотрим, удобно это или неудобно. Вот я что-то набираю, набираю. Ой! Приехало сообщение. Что плохо? Сообщение приехало, и я на самом деле набрал, но это очень плохо видно. Вот так я набрал. Это сообщение вклинилось прямо в мою командную строку. Что нужно сделать? Можно вывести то, что я уже успел ввести, чтобы не получалось вот так. Давайте ещё раз. Вот я набрал что-то, beams, я продолжаю набирать. В действительности, вот это плюс вот это, это вся моя командная строка. Вопрос, как вывести то, что я ещё не ввёл, что я начал вводить? Оказывается, сделать это можно, потому что наш CMD написан, как известно, на редлайне. Ну или едете, это не очень важно. Но если он написан на редлайне, в Linux, в MacOS, в общем, там, где вы используете CMD, написанное на редлайне. Вы можете сходить к редлайну. Это очень примитивный модуль. Он всего лишь обмазка над гнуридлайн библиотеки. Видите, пометка Unix. Это значит, что в Windows он не работает, а как раз в Linux и в MacOS работает. О, вот что нам нужно. Мы сейчас сходим к редлайну и спросим, а что там пользователь успел ввести? Я хочу это вывести. О, так, давайте пробовать. Значит, ой, вот здесь вот у нас будет тогда редлайн, импорт редлайн. Сюда мы должны print message и print, print, readline, trolley, readline buffer. Так, пробуем. Van Gogh, что не заработает, потому что у нас нет перевода строки вот здесь вот. Или, вернее, он есть, но будет плохо. Надо его ввести. Значит, yend равняется вот так вот. Пока что оно не должно, по идее, заработать. Сейчас посмотрим. Не заработало. Но это всего лишь потому, что sys, тогда надо еще sys заимпортить. import sys. Значит, почему iMessage напечаталось, а вот этот getline buffer не напечатался? Потому что перевод строки в конце нет. Он тоже забуферизовался, он тоже ждет пока. Поэтому мы должны сказать sys stdout.flash. Значит, вот это волшебное слово, flash, означает, что ту строчку, которую мы выводим, но перевод строки еще не вывели, надо сразу вывести. Вот. Что? Серьезно, да? Ну, как интересно. Да, наверняка можно. Давайте сделаем, давайте сделаем. Тогда будет даже проще. Спасибо большое. Открутим назад. Не нужен нам пока sys, не нужен здесь flash, а нужно здесь. flash равняется false только true. Пробуем. О, уже лучше. Давайте еще раз попробуем. О, чего не хватает? Вот этой подсказки не хватает. Вот если мы еще и подсказку увидим, то у нас будет полностью воспроизведена командная строка, которую мы только что вводили. Подсказку можно добыть из нашего cmdline, она называется prompt. Вот, давайте посмотрим. Шикарно! То есть надо напечатать буквально следующее. Во-первых, им надо сюда передать вторым параметром. Здесь надо сказать ему сначала cmdline.prompt, а потом вот эту всю ерунду. В чем смысл того, что мы делаем? В том, что оба этих процесса, и мессенджер, запущенный отдельным трэдом, и наш основной процесс, выводят на один и тот же терминал. В действительности это два разных процесса, но они выводят на один и тот же терминал, и нам понадобился именно модуль трейдинг. Нам не подошел бы мультипроцессинг, потому что нам нужно сходить к нашему редлайну, который в том процессе работает, и спросить, что пользователь ввел. Если мы запустим два разных процесса, естественно, там никакого редлайн просто не будет, там никакого ввода не будет. Да, должна быть общая память. Поэтому это один и тот же процесс с одинаковыми, значит, просто вот, в смысле один и тот же кусок кода, просто выполняющий параллельно вот этот мессенджер. Нет, это трэды. Да, вот, если у вас есть какие-то параллельные вычисления, это трэды обычные, трэды. Это такие трэды, более того, это те трэды, которые в вашей операционной системе являются трэды. На опен-эмпи тут совершенно ни при чём, прям совсем-совсем. Ну чего, мне кажется, что я прямо всё сейчас сделал, смотрите. Вот. Это, конечно, немножко достаёт, но по крайней мере, давайте мы сделаем некоторую жесть и на этом закончим. Да, смотрите, надо просто написать клиент, поскольку наш Ковсейр очень простой, надо написать клиент на CMD с примитивными комплишнами, и вот такой вот структуры. Это, ну правда, это будет там, вы же уже всё написали просто, ну... Сейчас, 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 я хочу... Да, конечно. Там на самом деле такое есть, там просто... В любом случае вам придётся это переделывать, потому что дело не в тайме, а вам придётся делать ассинк, вот это всё. Вот. Но вообще-то он там есть, этот код. Просто я тут решил извратиться. Спасибо. Ну, слушайте, оно работает. Конечно. Это же, смотрите, чтобы вы понимали, что тут происходит. Терминал наш, стандартный вывод. Это просто поток байтов. Тот факт, что по нему происходит какое-то позиционирование, какие-то стрелочки, это просто эскип последовательности. Когда я нажимаю стрелочку вверх, вот сейчас, редлайн делает буквально следующее. Оно присылает эскип последовательность стереть кусок строки, присылает эскип последовательность, печатает заново на этой строке, на стёртом куске, перемещает кусор до начала этой строки, печатает заново. И вот. Соответственно, то, что мы делаем, это просто постоянно выводимые байты. Поэтому, когда мы пишем вот этот print, то в действительности мы просто восстанавливаем картинку, а редлайн, он, ну, понятно, да, вот то, что мы вводим, не связано с тем, что мы вывозим. Вот. Ну вот, она тут тем временем застряла из этого. Вот. Ну, короче, оно работает. Вот. Вот. Вот такие дела. Значит, у нас осталось 5 минут, да? У нас же 35 начала. У нас осталось 5 минут на домашнее задание, которое семестровый проект. Значит, семестровый проект, это совместный проект, в котором должно быть больше одного человека. При этом, если вас там много, имейте в виду, что я буду спрашивать, а что вы там будете делать, зачем вас 5, да? Что это за страшный такой, страшный проект на пятерых человек, который вы не успеете за два месяца сделать? Потому что чем больше народу в проекте, вне зависимости от того, насколько он маленький, тем дольше он будет делаться. Поэтому 2-3 человека – это идеал, да? Значит, 2 человека – это минимум, 3 человека – это, например, если кто-то у вас там… Вы пишете там игру, и кто-то прям вот по артворку, по музыке, ну вот что-то такое. В этом проекте он должен быть устроен по открытой схеме или по схеме с общим хостингом. В нем домашним заданием является разработать примитивный драфт проектового задания. Если вы хотите написать какую-то гуёвину, сделайте интерфейсную модель. От руки просто нарисуйте, сфоткайте. Или нарисуйте ее в каком-нибудь редакторе. Если вы делаете какую-то функциональность, не знаю, бота какого-нибудь, напишите, что этот бот должен делать. Объем описания проектного задания должен быть такой, чтобы я понимал, что в нем будут нужные пункты, о которых позже, и что его, этого проектного задания, вы успеете его сделать за 2 месяца, и это немало. Потому что иногда бывает, что люди, которые никогда не разрабатывали больших проектов, и даже малых проектов, описали только решение домашних заданий, переоценивают свои силы и хотят написать за 2 месяца то, что, в общем, меньше чем полгода не потребует. Так что, когда вы делаете драфт проектного задания, оно должно быть достаточно, чтобы я понял, что это хорошее годное задание. Громче? Конечно, конечно. Я, собственно, буду... И сделать readme в этом вашем пришелся репозиторию. В этом readme будет лежать это самое проектное задание, его примитивный вариант. Нет, нет, нет. Потому что никто не знает, как они распределятся. Только само задание и кто участники. В качестве заявки на регистрацию делаете вот здесь ИШЮ. Отдельный ИШЮ, то есть каждый, кто хочет зарегистрироваться, регистрирует новый ИШЮ здесь. Вот. В самом проекте требования, коротко перечислю, значит, более одного участника. Должна быть дисциплина оформления кода. Внедрена автоматическая. Flake 8, Plink, Podokstyle, что хотите. Должны быть юнит-тесты, как минимум. Не очень много, не обязательно полное тестовое покрытие, но если вы пишете маленький проект, то лучше полное, это круче. Должно быть немножко внутренней документации. Причем эта документация должна выгоняться в отдельный текст, наблюдаемый мною. Поэтому, как правило, используется Sphinx для внутреннего документирования. Имеется в виду документация программная, документирование функций. Должен быть перевод, локализация точнее. У нас будет лекция по локализации довольно скоро. Как это делается, я расскажу. И все изготовление проекта от начала до конца до дипломента в виде, как правило, делается Python Will. Все это должно быть слегка автоматизировано. То есть никаких ручных действий, а просто команда системы оркестрации. Про оркестрацию тоже будет небольшой разговор. Возможно, он будет почти сразу. Он обычно в конце семестра, но я хочу его сделать в начале семестра, чтобы сразу рассказать, как автоматизировать вашу сборку. Смысл оркестрации в том, что очень много того, что входит в ваш пакет, то есть в дистрибутив вашего продукта, на самом деле генератор. Картинки, переводы, в общем, вот это все должно быть сгенерировано в процессе генерации. Короче, если кто понял, makefile написать. Но не обязательно makefile. Защита этой штуки будет выглядеть так. Вы показываете, как вы собираете документацию, как вы запускаете тест, как вы собираете дистрибутив. Показываете эту документацию собранную. Показываете, как деплоить это в чистое окружение. В идеале я сам должен уметь это сделать, но если, допустим, вы делаете не колесо, которое просто устанавливаешь и работает, а какую-нибудь штуку для какой-нибудь площадки, то, значит, вы показываете, как это делается. Оценка ставится по сумме баллов по каждому пункту. Пунктов 6, максимальная оценка 5. Поэтому вы можете даже немножко похалявить. За каждую претензию снимаются кусочки баллов. Ну, все как обычно. Вот такие дела. Да, конечно, это с одной стороны. Но с другой стороны, где-нибудь к маю месяцу, к майским праздникам, у нас к этому моменту все вот эти пункты уже будут сделаны. То есть я имею в виду то, что у нас в качестве домашних праздник можно действительно реализовать вот такой... Да, 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 да. Я подумаю, нужно ли нам делать домашки еще и с каким-то отдельным кодом, вот с нашим коровьим сервером или не нужно. Вот. Мне кажется, что нет, потому что, например, для участников 321 группе это будет уже тройная нагрузка. У них будет по праху такие же домашки. По коровью серверу домашки. И по семестровому проекту. И все одно и то же. Мне кажется, это оверкил. Вот. Поэтому, наверное, в домашках будет написано, реализуйте это в вашем семестровом проекте. Вот. Заодно можно будет посмотреть, насколько вовремя вы вообще это реализовали. Да, там не в последний момент бросились это делать. Да, конечно. Конечно. В этом идее. Вот такие дела. Значит, если есть еще вопросы, задавайте. Если нет вопросов, тогда я доделаю свою задачку по домашнее задание вот этим примером. Вот. Я вот здесь вот допишу домашнее задание только когда сделаю его сам. Потому что в прошлый раз я не стал делать все домашнее задание. Сделал только половину. А вторая половина оказалась нерешаемой. Вот я когда убежусь, что это решаемое, я напишу. Но это очень будет несложная модификация того, что вы делали, того, что у нас уже есть. Вот. А основное это зарегистрировать проект. Если кто-то хочет участвовать в семестровом проекте, но не знает, с кем он хочет это делать, пожалуйста, общайтесь в большом чате Unix. Там полно народу. Разрешено, чтобы один участник проекта сдавал экзамен, а второй участник проекта не сдавал экзамен. Такое тоже решено. Вы можете быть участником чего-то. Лишь бы ваш проект отвечал требованиям. Все. Так, если больше ко мне вопросов нету, то всем спасибо. В следующий раз мы начинаем вторую половинку нашего семестра, в которой будет уже работа с инструментарием по разработке бетонии. Например, с автоматизацией, automation и orchestration. Вот. Я еще не знаю. Вот. И на этом... Да, вопрос, Алексей. Я, значит, предыдущие домашки почти не проверяются на самом деле. Они нужны только в случае, если соответствующая штука... Нет, они, значит, смотрите, они проверяются, они в общем не проверяются. Они проверяются только что они есть. И вовремя с да. Вот. Если, например, мне захочется вас унизить или наоборот, значит, ни за что вам повысит балл, тогда я попрошу показать домашку. Да, там нет тестов, там указаны такие вещи, которые вы должны рисовать по собственному усмотрению. И общего способа протестировать все домашки нет. Да, именно так. А руками посмотрите, вы мне сами покажете. Я же говорю, если мне очень захочется на вас наехать или наоборот, значит, приписать вам ни за что бонусы, я скажу, покажите мне какую-нибудь домашку, вот, и вы мне покажете домашку. Она там какая-нибудь суперская, там, не знаю, коровы не только переговариваются, но и мучают вслух, ну, что-нибудь такое. Тексту спич, вот это все. Ну, такой вот. Все, еще вопросы? Нет, тогда всем спасибо. Я опять вывел чуть-чуть времени. До новых встреч в эфире. Ну, и давайте регистрируйте проекты, там неделя у вас на все.